В 2014 году определились границы Арктической зоны Российской Федерации. Указом президента Ниньский округ вошёл в число арктических регионов. О перспективах его развития мы поговорим сегодня в студии. Это Актуальное интервью. У нас в гостях депутат Государственной Думы, председатель Комитета по делам общественных организаций и религиозных объединений Ярослав Нилов. Здравствуйте! Приветствую вас и приветствую всех жителей округа. Ярослав Евгеньевич, вы уже не первый раз в Ниньском округе. Какие впечатления от этой поездки? Вы знаете, впечатления самые разные. Неоднократно бывал действительно здесь, и не только в Наринмаре, в район выезжали мы. В целом вижу, что перспективы для развития и для того, чтобы жители здесь жили достойно и комфортно, они все есть. Не хватает крепкой руки, не хватает хозяина, не хватает нормального управленца, молодого, креативного, современного, который ведет порядок. Поэтому сегодня надо заниматься не политическими дрязгами, не надо искать виноватых и заниматься тем, что обсуждать разные политические взгляды. Надо всем сосредоточиться, работать во благо жителей округа. Итак, тяжелые климатические условия, особое географическое положение, здесь особый климат, особый воздух, кислорода не хватает, витамин не хватает. В целом здесь вообще можно сделать жемчужину из округа, но для этого нам надо всем объединиться и сделать так, чтобы каждый человек чувствовал себя достойно. Чтобы чиновники занимались проблемами граждан, они писали разные отписки, только мучили граждан. Чтобы граждане полноценно и нормально работали, выполняли возложенные на них функции. Ведь посмотрите, город Наринмар, там километров 10 всего протяженность дорог. Дороги многие сломать можно. Почему? Хотя мэр представляет одну политическую силу, в городской думе сидит большинство от другой политической силы, а вопрос не решается. Поэтому надо всем сосредоточиться и надо поставить общую цель и общую задачу. Все это надо сделать через приход во власть молодых, новых, современных людей, которые знают, как делать, не боятся, которые не сдерживаются стереотипами прошлого советского, которые готовы идти вперед, ломать стереотипы, ставить цели и их добиваться. Ну вот, на ваш взгляд, какие перспективы развития Арктики? В каком направлении следует идти? Знаете, до того, как стать председателем комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, я в Государственной думе входил в комитет как раз по делам Севера и Дальнего Востока. И тогда начали заниматься активными вопросами Арктики. Я тогда заметил, что Америка, не имея, в принципе, прямого доступа к Арктике, имеет определенные интересы. Это значит, что они видят, что за Арктикой есть определенные перспективы. И она действительно есть. У Китая определенные интересы там есть. У нас прекрасный северный морской путь. Его надо лучше и больше использовать и таким образом решать все существующие логистические проблемы. Самое главное – контролировать Арктику. Сегодня там льды, сегодня северные границы защищены как раз этой кромкой льда. Но мы видим, как меняется климат, и я боюсь, чтобы мы не запустили этот вопрос таким образом, что потом будем вытаскивать телевизорных китайцев, которые научились что-нибудь на ледниках выращивать и разводить. А в целом, если говорить про округ сегодня, то все есть предпосылки для развития сельского хозяйства. Давайте открывать новые теплицы, давайте разводить скот, давайте заниматься оленеводством. Причем оленеводство – это востребованное мясо и продукты оленеводства. Это будет потребляться на всем российском рынке. В Москве оленевое мясо не так легко найти, а его с удовольствием будут приобретать и покупать. Давайте разводить кур, давайте разводить овец, давайте заниматься обрабатывающей промышленностью. И здесь для этого все есть. Единственное, что да, тяжелый климат, но для этого есть определенные государственные дотации. Для этого надо решить транспортные проблемы. Недопустимо, когда билеты стоят так дорого. Мы говорим о том, что надо больше рейсов. И не только там Москва-Наринмар или Архангельск-Наринмар. Должно быть больше рейсов в города-курорты. Вот сделали новый добролет, вот давайте, чтобы обязательно жители округа имели возможность летать туда, лечиться, восстанавливать здоровье, отдыхать. И от этого только всем будет хорошо. Ведь полярные ночи, белые ночи – это все накладывает определенный отпечаток на психо-физическое состояние человека. Общая усталость, общее недомогание, общее нежелание работать, депрессивное состояние – это все мы видим в ходе наших поездок. На юге они все гуляют, развлекаются, там у них хорошая погода, круглый год тепло, солнце, фрукт, а здесь нехватка. Вот мы должны сделать так, чтобы государство датировало тех поставщиков продовольствия, которые будут сюда поставлять продукты питания, чтобы здесь были доступные и дешевые. И больше надо открывать своих собственных производящих организаций, для того, чтобы насытить рынок округа своей продукцией. Чтобы было качественное, хорошее и дешевое, и доступное. Но недопустимо, когда люди, как скот в вертолетах летят или там в самолетах летят в заполярный район, набирают себе, готовы на корточках лететь, только чтобы взять с собой побольше сумок с продуктом питания. Это недопустимо. Сегодня средства связи, сегодня средства коммуникации позволяют все эти вопросы решать. Но у нас нормальный интернет здесь не работает. Я не говорю уже про Wi-Fi. В каждую школу, в каждый колледж надо провести и обеспечить всех бесплатным доступом в интернет. Необходимо, чтобы нормально работала телефонная связь. Ведь здесь столько нефтяников, столько крупных организаций, которые сами нуждаются в нормальных услугах связи. Но телефон работает через раз в 21 веке. И это все нужно и можно сделать. Поэтому бесплатные дешевые билеты нуждающимся, постоянные билеты, чтобы можно было приобрести, как для перелетов внутри округа, так и в другие субъекторы с конфедерацией. Плюс постоянная отправка населения на лечение, на профилактику в города-курорты. Это все нужно, можно делать. Плюс развивать сельское хозяйство, развивать свою собственную перерабатывающую промышленность, поддерживать. И надо вообще изменять, менять идеологию надо. Тем более сегодня, когда вопрос связанный с санкциями, когда мы видим, что у нас остро стоит вопрос о импортозамещении, мы вполне можем сегодня пересмотреть, помогать, датировать и поддерживать нашего сельхозпроизводителя. И я убежден, что, наверное, на 80% можно сделать так, что округ будет сам себя кормить. После небольшой рекламы мы продолжим разговор о перспективах развития арктического региона. Телеканал Север Я напомню, у нас в гостях депутат Государственной Думы, председатель Комитета по делам общественных организаций и религиозных объединений Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, вы сейчас упомянули то, что нужно привлекать больше авиакомпаний к нам в качестве перевозчиков. Но что делать, если они не идут на региональный рынок, где мало пассажиров? Создавать такие условия. Это уже вопрос, которым должна заниматься региональная власть, федеральная власть, депутаты Государственной Думы, которые в Москве работают и к которым министры на отчет приходят. Их надо теребить. И это все нужно и можно сделать. При этом нельзя забывать, что, например, в Наринмаре существует проблема с местами для студентов, которые получают образование. Вынуждены студенты выезжать. При этом идет потеря для округа, ведь не каждый вернется обратно. Найдут работу там, там более в других субъектах, там в Москве, в Питере, в Архангельске, в Мурманске, там более комфортные условия, там они женятся, выйдут замуж, и там они уже будут осваиваться. Что нужно сделать? Надо сделать свой собственный вуз и сделать обязательно бесплатное общежитие. Тогда, возможно, будет предоставлена возможность для всех студентов, которые захотят поступить в вуз, готовить по тем специальностям, которые нужны в округе, раз, и дать возможность людям из Заполярного района приезжать, живя в бесплатном общежитии, получать нормальное качественное образование. Можно это сделать? Можно это сделать и нужно это сделать. И деньги на это есть, и деньги есть и в федеральном центре, и в регионе есть. В конце концов, нефтяников можно заставить, чтобы они готовили своих будущих кадров, не таскали их со всей страны сюда, а здесь подготовьте из жителей округа нормальных специалистов, дальше их туда устройте, обязательно сделать квоты для молодых специалистов и поддерживать молодых специалистов. А если мы еще обеспечим их нормальным жилищным, решим им жилищный вопрос, через субсидии, через беспроцентные кредиты для молодых семей, тогда они точно останутся здесь, будут работать на развитие округа и будут здесь дальше формировать свои семьи, рожать детей. И опять же, надо решить вопрос тогда для детей. Сегодня нехватка мест в детских садах, правильно я говорю? Это всеобщая проблема, давайте решим вопрос. Вопрос аварийного жилья, надо быстрее всех расселить в нормальные, комфортные помещения. Вопрос с дорогами, вопрос с ЖКХ, давно навести порядок пора. Эти управляющие компании измучили всю страну. Это сидят в варье и жилье, которые надо безбожно просто арестовывать, сажать в тюрьму за то, что они такие взвинтили тарифы. Но если взять и пересмотреть, грамотно подойти, оптимизированно подойти и по-современному подойти с использованием современных технологий, то любой вопрос можно решить. Но для этого нужны молодые, свежие кадры. Пора уже избавиться от этих всех изживших себя методов работы. Но сидят уже уставшие чиновники, которые сидят с советских времен. Они меняют портреты в кабинетах, они меняют флаги, они меняют партбилеты. Но стиль работы их остается прежний. У них есть определенная усталость и нежелание ничего менять. К сожалению, молодежь, она сегодня достаточно аморфна. Она достаточно неинициативна. А это очень опасно. Посмотрите, что происходит на Украине. Посмотрите, что происходит в Африке. Что происходит на Ближнем Востоке. Ведь очевидно, что идет передел мира. Вот в этом году мы отмечали трагическую дату столетия Первой мировой войны. К сожалению, в советской историографии этой дате не отдавалось определенного внимания. Хотя эта война, начатая сто лет назад, она продолжается. То, что было тогда, то происходит практически сейчас. Опять главный закоперщик Англия крутит, вертит, стравливая своих потенциальных противников. Опять США сторонние наблюдают, при этом зарабатывают. Опять страдают мелкие европейские страны, которые все бегают то туда, то сюда. И опять все силы брошены для того, чтобы бить по нашей стране, бить по православию, бить по русским, бить по всем другим народам, которые проживают в нашей многонациональной стране. Поэтому молодежь должна понять, что много лет нам специально в голову вдалбливали такой посыл, который сегодня стал стереотипом, что не надо никуда ходить, не надо ничего решать, не надо ничего делать, все решено, сидите, ничего не делайте, мы сами все без вас решим. Это неправильно. Он скоро выборы избирает и губернатора, и депутатов законодательного собрания, и депутатов района, и депутатов города. Каждый молодой человек должен встать, проснуться в воскресенье 14 сентября, и пойти и отдать свой голос за того, за кого он считать нужно. Я, естественно, как представитель ЛДПР, ориентирую всех во время встреч на то, что необходимо поддерживать нашу партию, но каждый имеет право на свой собственный выбор. Единственное, я говорю, наступило время, когда спать просто опасно. Посмотрите, что творится на Украине. Вот те учебники истории, которые читала новая молодая украинская молодежь, вот эти учебники истории, они сделали сегодняшнюю революцию майдановскую, которая просто развалила всю страну. И посмотрите, что случилось с одним из самых красивых городов Европы, с Киевом. Пожженные, разброшенные, а Украина из себя представляет сегодня перевалочную базу, на которой был поставлен эксперимент. Как можно, чтобы русские убивали русских, православные убивали православных, как можно оттачивать технологии. Сегодня опустили специально Украину в серьезный экономический кризис. Это преддефолтное состояние. Потом Украине дадут кредиты, отдавать им будет нечем. Там начнут размещать вредное производство, будут размещать военные базы, будут выкачивать все полезные ресурсы, там будут захоранивать какие-нибудь ядерные отходы, будут выкачивать все, что оттуда можно. И в итоге это будет не Украина, это просто будет перевалочная база. И будут всегда поддерживать тлеющий такой режим на южных границах с Россией. Вот мы, молодежь, мы этого не хотим. Уважаемые юноши и девушки, мальчики и девочки, заставьте своих родителей, заставьте своих бабушек и девочек, тех и дедушек, тех, кто не хотят идти на выборы. Соберитесь, мобилизуйтесь. Это вы выбираете сегодня свое будущее. Вы формируете ту власть, которая будет вами управлять несколько лет в округе, а может быть и десятилетия. Поэтому вставайте, не спите, не думайте, что за вас кто-то что-то сделает. Идите и голосуйте, и выбирайте. Сейчас как раз в округе не хватает врачей. Где их нам взять? Конечно, не хватает. Потому что зарплата у вас и зарплата в Москве, она отличается. Зарплата в Питере другая. Человек выезжает туда, человек сюда не вернется. Вот надо здесь сделать многопрофильный вуз, и здесь готовить своих врачей. И надо стимулировать сюда приезд молодых специалистов из других регионов. Каким образом? Через решение жилищных вопросов. И мы соответствующие законопроекты в Государственную Думу вносили. Через предоставление отсрочки от армии, либо полного освобождения от прохождения службы в армии. Другие стимулирующие моменты можно придумать. Создать нормальные комфортные условия, то есть нормальный социальный пакет для притока молодых специалистов сюда. И вопрос будет решен. Проблема оттока кадров – это проблема многих регионов. Ее по-разному все решают, но методы решения есть. Еще раз говорю, для этого должен быть сидеть министр образования здесь, в округе, министр здравоохранения, и они должны сесть и посмотреть программу на 10 лет вперед. Что мы будем делать, когда у нас отток кадров? Кого мы будем лечить? Кем мы будем лечить? Как мы будем лечить? Этим вопросом надо день и ночь заниматься. В конце концов, если это не решается здесь, надо стоять вопрос на федеральном уровне. Я вам как депутат Государственной Думы скажу, что многие, даже депутаты Государственной Думы, Ненецкий автономный округ от Ямала Ненецкого автономного округа не отличат. Для них это темный лес, это где-то север, они там не бывают. Они катаются по заграницам, катаются по югам. Сочи, сейчас Крым. Вот у них новые регионы открылись для того, чтобы можно было заниматься депутатской деятельностью. Кому интересно ехать в север? Здесь постоянные дожди, постоянный холод, постоянные зимой, полярные ночи, спать невозможно. Летом белые ночи, спать невозможно. Человек и постоянно депрессивное состояние у населения. Поэтому необходимо это все ломать, надо все решать. Как это сделать, я уже сказал, через смену власти. Но это можно сделать только, когда молодежь проснется, когда молодежь поймет, что она формирует в себе дальнейшую власть. И она делает все для того, чтобы в дальнейшем решались проблемы современной молодежи. А не как сегодня. Сидеть, отмалчиваться, это преступно. Сам можешь чего-то добиться и изменить. Я пришел в политическую партию ЛДПР. Это было 1997 год, 17 лет назад. И работал, понимая, что только сам можно проложить свой собственный путь, чего-то добиться в жизни. И имея определенные полномочия, имея определенные административные ресурсы, статус депутата, в данном случае Государственной Думы, можно что-то делать, менять, активизировать неравнодушную молодежь и помогать людям, ну, по мере, конечно, возможности. Много проблем, которые просто так решить невозможно. Очень много жилищных проблем, которые десятилетиями решаются и невозможно решить. Сегодня женщина приходила на прием, говорит, у меня мать 1930 года, ветеран тыла, прошла войну. До сих пор ей не дали квартиру. Ее в очереди она стояла, уже дошло до того, что она стала третьей в очереди, ее выбросили, теперь она опять двадцатая. Она не доживет пока на квартиру. Это все издеваются местные чиновники над ней. И это все можно убрать. Был сегодня в... Был в изоляторе временного содержания. Там, где административные задержаны, или те, кто являются подозреваемыми или обвиняемыми по разным уголовным делам. Ну, сидит женщина, украла на ноутбук. Ущерб 10 тысяч рублей. Понимаете? В Москве все знают пример, когда я миллиарды расхапал, когда посчитать не могут, какой ущерб причинен государству. Она сидит дома, массажи, ванны, питание из ресторанов, бегает по бутикам и сидит дома отдыхает. Понимаете? Дом отдыха ее устроили за народные деньги. А здесь женщина, мать-одиночка, сидит в следственном изоляторе практически, ждет, пока будет судебное решение в отношении нее. Ребенка забрали, ребенок в интернате. Какая судьба ребенка? Непонятно. Мать должна заниматься воспитанием, мать должна работать. А то ребенок на улице, мать брошенная. И вот так вот мы сами уничтожаем свое трудоспособное население. Из-за того, что мы сами создаем условия, при котором людям просто невозможно выжить в этих условиях. Они вынуждены идти и на такие крайние меры, для того, чтобы просто прокормить семью и существовать. Сидит, так называемый, постоялистом. Он выходит, выпивает, возбуждает на него административное дело, судья выносит решение, и он опять возвращается. Он говорит, а мне жить просто больше негде. Говорит, здесь у меня уже прописка. Я здесь постоянно живу, потому что здесь меня кормят. Здесь у меня есть ночлег, здесь у меня тепло. Я не хочу идти на преступление. Я не хочу убивать. Я не хочу грабить. Вот я нашел такой способ для выживания. И действительно, а какой у него другой способ? Если у него чиновники отобрали дом, отобрали землю. Он брошенный сегодня, брошенный на улицу. А ведь это молодой человек, который может трудиться, который может работать. Ведь можно решить вопрос? Можно. Кто же отправить его в строительную компанию, чтобы занимался стройкой? Таскал цемент, кладкий плечи, зарабатывал себе какие-то деньги. На эти деньги он бы себе снимал какую-то комнату в общежитии и нормально устраивал свой быт. С нами был Ярослав Нилов, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Это актуальное интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова